Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в симулятор автомеханика 2018. Вышло уже несколько патчей, удивительно, но уже сейчас подтянули похожую оптимизацию, потому что на средних настройках у меня теперь 60 фпс, а вчера было около 30 где-то так, так что теперь графика не такая ворвиглазная, так что давайте продолжать. Итак, сегодня мы будем выполнять сюжетный заказ. Полтора года назад я купил сыну автомобиль, он сказал, что кроме дарива топлива, его ничего не интересовало, проверь, пожалуйста, состояние масла и резины. Полтора года назад он купил тачку и пробег у нее 241 тысячи километров, или он бушную купил. Так, ну ладно, принимаем заказ, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Так, неплохо, кстати, выглядит. Ну, блин, такое ощущение, что тачка относительно новая, хотя немножко измазюканная, конечно же. Но тут ничего не поделать, любит народ по говну прокатиться. Итак, что нам нужно сделать? Давайте посмотрим на состояние автомобиля, крутящий момент 187 ньютонов на метр. И так, нам нужно заменить масло, спустить старое и влить новое. Этим я еще не занимался, так что, наверное, возникнут у нас какие-то трудности. Так, и, конечно же, заменить покрышки. Все абсолютно. Кстати, нам указывают на то, что неплохо было бы заменить также воздушный фильтр и топливный фильтр. Но не знаю, обязательно это или нет. На самом деле, я бы поменял только покрышки, ну и залил новой маслицы. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим. Для начала нам нужно разобраться, как, собственно, сливать масло и как заливать новое. Давайте помещать автомобиль. Или, может быть, салончик затестим. Ну-ка. Салончик, кстати, смотрите, уже здесь почище. Облезлого практически ничего нет. Выглядит достаточно уютненько. Ну, нет, есть, конечно. Облезлые части. Вот, например, под КПП. Будто какая-то крашеная пластмассовая вставка начинает облезать. Так, ладно, давайте выходить. Нормальный режим. Теперь никаких багов с переходом из режимов нет, вроде как. Так, да, покрышечки, конечно, староваты. Он, наверное, с момента покупки их вообще не менял, судя по всему, резину не покупал никакую. Так, ладно. Ладно, друзья, давайте, что я хотел. Переместить автомобиль. Переставим на домкрат. Мы, кстати, так и не протестили парковку. Для чего она вообще нужна? Просто, типа, если места не будет в гараже, помещать туда другие автомобили. Открываем капот, и нас сначала интересует масло. Так, давайте попробуем слить. Допустим, мы открываем... Нет, это заливать. Так, значит, нам нужно какое-то оборудование, да? Где-то вот здесь вот была. Так, кран для автосервиса. Во-во-во, для спуска масла. Так, перенести оборудование мы только можем. Не очень понятно, на самом деле, как ее использовать. Машину надо, наверное, для начала поднять. Давайте попробуем. Поднимем на самый верх. Так, и теперь попробуем воспользоваться снова сливом. Да, друзья, все заработало. Так, дальше. Каковы мои действия? Ну, собственно, использовать оборудование, наверное. Да? И все? Это столько масла было? Ну-ка, давайте еще раз нажмем использовать оборудование. Да, больше не чечет. Кстати, посмотрите, как здесь из говняка, но так же все достаточно. Ну, это не ржавчина, да? Это точно грязь, вроде как. А так, вроде как, неплохо, смотрите. Выглядит как новенькое. Не скажешь, что сколько там? 200 тысяч километров? Или около того, давайте даже уточним. Да, 241 тысяча километров пробег. Так, ладно, давайте слив мы убираем. На всякий случай, еще раз попробуем использовать. Перенести. А как его обратно теперь вернуть? Не очень понятно, честно говоря. А, вот, отложить оборудование на место. Все, тогда спускаем автомобиль и наливаем масло. Я так и не разобрался, на самом деле, как проверить уровень масла. Давайте сейчас посмотрим повнимательнее. Я просто боюсь сейчас переборщить. Нам же нужен щуп какой-нибудь. Пока я ничего подобного не вижу. Так, ну окей, давайте льем масло просто. Понятия не имею, сколько его нужно заливать, на самом деле. Льем, льем. Так, что-то дернулось. Возможно, хватит. Но мы по-прежнему можем его лить, друзья. Так, ладно. Давайте отложим. Отложим канистру в сторону. Теперь посмотрим в статистике. Так, ну, заменили мы, судя по всему. Я надеюсь, достаточное количество масла мы налили. Щупа у нас, насколько я понимаю, нет вроде как. Никакого. Ну-ка, давайте посмотрим, допустим, режим проверки. Нет, режим проверки нам никак абсолютно не поможет в этом деле. Так, ну окей, будем надеяться, что я все правильно делаю. Так, масло, значит, заменили. Давайте теперь будем разбираться с покрышками. Закрываем капот. Наверное, чуть повыше поднимем автомобиль, чтобы было поудобнее. И нам нужно приобрести, наверное, новые покрышечки. Стандартная B. Давайте посмотрим, сколько она стоит. Что там по деньгам. Так, магазин с дисками, магазин с резиной. Покрышка гоночная, 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 спортивная, стандартная. Стандартная B. 120 баксов, друзья. Дороговато. А размер тут еще нужно указать. Ширина. Так, ну и тут, конечно же, вырисовывается вопрос. Какой размер нам нужен? Давайте сейчас попробуем уточнить как-нибудь. Постараемся. Здесь не написано никаких размеров. На самой покрышке указания размера я тоже, честно говоря, не вижу. Так, ну давайте снимем, допустим. Аккуратненько снимаем. Так, допустим. Сняли, больше ничего. Тут, кстати, тормозной диск тоже прожжавел. Достаточно. Нехило так. Так, открываем инвентарь. Может, здесь будет? Размер. Так, не-не-не-не-не. Кстати, за 130 можно продать. Не-не-не, подождите. 205 55 R16. Что-то это должно значить. Просмотреть дополнительную информацию я не могу. Только продать. Ну, можно сделать какие-то выводы. Предположим, что размер 16, ширина 205, профиль 55. Наверное, так. Давайте пока что в количестве одной штуки купим, а там посмотрим. 290 баксов, друзья. Это достаточно большая цена. Так, ну ладно, надо рискнуть. Надо все-таки разобраться в этом. Допустим, теперь у меня есть новенькая покрышка. Вот, 205 55 R16. Да, значит, я все правильно понял. Далее нам нужно воспользоваться механизмом специальным, который находится у нас вот здесь вот. Шиномонтажный станок. И теперь нам нужно снять покрышку с диска. Снимаем. Хорошо, что я не успел продать. Так, вот так-то все работает. Аккуратненько смотрите, как масло соскальзывает. Так, замечательно. Теперь снимаем, да? И устанавливаем новенькую покрышечку. Но как это сделать? Не очень понятно. Давайте старую продадим сразу за 42 доллара уже. А то еще диск пришлось бы покупать. Так, а теперь установить. Я что-то не очень понимаю. А, все, понял. Так, покрышечка. А почему... Я же продал ее только что. Почему она до сих пор осталась? Так, ну ладно, неважно. Новенькая. Устанавливаем. Так. Ну и нам нужно со всеми четырьмя колесами то же самое проделать. Зато я теперь знаю, как это все работает. Так, и устанавливаем колесо обратно. Перемещаемся к подвесочке. Сборка деталей. Вот сюда вот колесо. У тебя нет предметов, которые можно заложить. В смысле? Я не туда нажал, наверное, на покрышечку. Нет? В смысле? Пока что-то не могу допереть. Снял я также второе колесо. Вроде как они одинаковые. Вот тут значок какой-то. Может, нужно балансировкой заняться? Вот здесь у нас есть, смотрите, станок для балансировки. Давайте попробуем. Да, сбалансировать. Может, тогда мы сможем поставить. Так, смотрим. Достаточно долго, кстати, балансировка проводится. Может, пока займемся какими-нибудь другими делами. Давайте все колеса с ним. Почему бы и нет? Сразу надо было так сделать. Сейчас по-быстрому снимем. Там пока балансировка проводится. По-моему, уже закончилась, кстати. Давайте глянем. Так, нет? Да, закончилась. Так, замечательно. Берем свеженькое колесо. И теперь, я надеюсь, можно его установить. Давайте вот сюда вот попробуем. Так, сборка. Так, сборка. Покрышка. И... Эм... Ничего на этот раз не происходит вообще. Так, странно. Ладно. Я надеюсь, это не баг. И просто я туплю. Попробуем здесь. Нет, просто ничего не происходит. Хер знает почему. Никакой ошибки вообще. Никакого уведомления. По-моему, игра вообще сломалась. Я теперь и даже старое колесо обратно поставить не могу. Так, ладно. Давайте все тогда снимем. Сейчас со всеми работы проведем. Купим новые покрышки. Попробую я сохраниться и перезайти в игру. Может, все починится. Вот, смотрите. Сборка. Только что снял колесо. Установить я его обратно не могу. Просто появляется курсор. Я ничего сделать с этим не могу. И, собственно, только могу выйти из режима. Это достаточно странно. Но, да ладно. Давайте сейчас везде снимем, на каждом колесе снимем покрышку. Томительное ожидание балансировки. И я с этим покончил. Так, у нас теперь есть три колеса с нормальной резиной, с нормальной покрышкой. Но почему-то с этого колеса я покрышку изъять не могу. Смотрите, я подхожу. Демонтаж. И здесь попросту этого колеса в списке нет. Не знаю почему. Здесь есть диск. Хотя отдельно диска у меня нет. У меня только есть покрышечка отдельно новенькая, готовая уже к монтажу. Но я не могу этого сделать. Так, ладно. Давайте попробуем установить хоть одно колесо. Все у нас теперь колеса сбалансированы. Все с ними хорошо, я надеюсь. И ничего я все равно установить не могу. Так, ладно. Ладно. Давайте сохраним сейчас, только не так вот. Сохранимся вот так вот. И попробуем перезайти в игру. Так, друзья. Я перезашел в игру. Давайте посмотрим, что у нас в инвентаре. И в инвентаре у нас появились старые покрышки. Хотя я их продал. Так, ладно. Я надеюсь, мы теперь можем установить колеса назад. Пожалуйста, игра. Нет, ничего я сделать не могу, друзья. Так что... Хер его знает, что теперь делать. Я могу установить, конечно, старые покрышки. Может, я чего-то недопонял и что-то неправильно сделал. Но мне кажется, я все сделал достаточно правильно. Короче, не знаю, друзья, в чем проблема. Похоже, все-таки это баг. Не могу я установить никакую абсолютно покрышку. Даже старую я пытался поставить обратно. Но безрезультатно. Возможно, нам придется новую игру, друзья. Начинать вот такие вот дела. Ну, на самом деле, мы немного сделали. Только два заказа. А этот заказ сюжетный будет доступен с самого начала. По сути, попробуем начать новую игру. Ничего больше не остается. Итак, очередной новый профиль. Теперь у нас вообще нихера нет опыта никакого. И немножко совсем денег. Я снова то же самое проделал. Провел балансировку. Купил новенькую покрышечку, видите, поставил. Так, и тестируем, друзья. Барабанная дробь. Сейчас ответственный момент. Да, все работает. Это значит, я не тупой, а просто мы словили очередной баг. Так, окей. Возвращаем колесо. И смотрим, что там по заданию. Да, друзья, все, покрышечку заменили. Только теперь опять придется сливать масло и наливать новое. Но, да ладно. Мы зато знаем, как это теперь делается. И быстренько я с этим справлюсь. Но это пока не так обидно, на самом деле. Вот если я кучу заданий выполню. Прокачаю левел, допустим, до десятого. И столкнусь опять с какой-нибудь проблемой. Из-за которой я не смогу продвинуться дальше по сюжету. Потому что отменить сюжетный заказ нельзя вообще никак. Если обычный заказ можно отменить. То сюжетный не получится. Так что, если вы собирались покупать данную игру. Наверное, все-таки лучше подождать какое-то время. Пока выйдут патчи. Они вроде как оперативно работают. Исправляют различные баги. Ну или купить заранее, но играть потом, наверное. Так, и последнее колесо мы снимаем. Сейчас быстренько заменим покрышечки. Тут цвет колес, смотрите, белый. Хотя он ни хрена не белый. А у старых покрышек бесцветный вообще. Я не знаю, или черный цвет. Да, все это, конечно, странно. Но в будущем должны поправить. Так, сейчас проводим балансировочку. И устанавливаем колеса. Потом сливаем быстренько масло. Наливаем свеженькое. И что там еще надо было заменить? Топливный фильтр, по-моему, и еще что-то. Или один топливный фильтр. А, и воздушный фильтр также надо поменять. Заранее тогда, наверное, куплю. Пока буду производить балансировку. Так, все, да? Все колеса готовы. Все три колеса. Не буду тогда от греха подальше продавать покрышки старые. Мало ли, опять баганет. Буду просто начинать балансировку. И сейчас заглянем в магазин. Купим топливный и воздушный фильтр. Что там по цене? Давайте сразу тогда посмотрим. Так, выходим отсюда. На домашнюю страницу. Главный магазин. То... Ладно, просто фильтр, короче. Напишем. Ой-ой-ой, да тут много на самом деле фильтров. Так, фильтр. Топливный. Видимо, тут даже порядок нужно соблюдать. Все, приобрел. Топливный фильтр у нас просто так снимается. И восстанавливается мгновенно новенький. Так. Свеженький. Кстати, совсем сгнил практически. Так, и теперь нам нужно заменить также воздушный фильтр. А как к нему добраться? Так, для начала демонтаж врубить. Вот здесь вот маленькие зажимчики. Так, вот теперь открываем крышечку. Меняем фильтр. Забираем старый. Устанавливаем новый. Даже удобно маленькие детали использовать. В отличие от моей самой кар. Если там нужно заменить какую-то маленькую деталь, нужно будет очень сильно постараться. Так, крышечку. И снова зажимы. Смотрите, с легкостью. О, кстати, прям их выбирать надо. И устанавливать. Даже можно заменить зажимы. Судя по всему, не знаю, продаются. Они, скорее всего, продаются. Так, и остались два зажима. Вот, с легкостью я навожусь на маленькие детали. Ничего меня не волнует. Так, давайте переместимся чуть-чуть правее. Не нужно нащупывать. Не нужно нащупывать, пиксель хантить как-то и так далее. Так, ну, все. Топливный фильтр установлен. Также воздушный установили. Осталось поставить колеса и заменить масло. Это мы с вами быстро сделаем. Так, пожалуйста, никаких багов. Я сейчас спокойно, да, отлично. Могу установить колеса. Хвала Иисусу просто. Так, одно есть. Там последнее балансируется. Так что нормально. Справились отлично. Но, блин, мне теперь придется несколько заказов выполнять. Хотя, может, этого и не потребуется, на самом деле. Может, пока что будем по сюжету только действовать. А там посмотрим. Может, возьмем какие-нибудь более интересные задания. Не связанные с тормозной системой, например. Ну, или не только с тормозной системой связанные. Так, все, да, последнее колесо у нас. Там балансировочка уже закончилась. Да не станок. Забираем. Устанавливаем. Потом поднимаем машину. Сливаем старое масло. Наливаем свеженькое. Я бы даже почистил машину, может быть. Может, чаевые бы получил. Но не хочу этого делать. Да и не знаю, как на самом деле. Можно ли тут вообще почистить машину? Скорее всего, можно. Так, перекрасить точно можно. Но у нас сейчас нет для этого оборудования. Так, поднимаем машину. Поднимаем машину. Сливаем старое масло, как я уже говорил. Тут, кстати, масло даже не надо покупать. Оно у нас по дефолту есть. Но задолив самого масла, мы расплачиваемся. Немножко я потратился. Так, ну все, друзья. Машина как новенькая. Осталось только протереть. И все будет отлично. Так, давайте уточним, точно ли я все сделал. Да, е-мое, не надо ничего добавлять в список. Так, подойдем к автомобилю. Состояние. Да, все замечательно, друзья. Просто идеально. Смотрите, доход-то какой. 2000 баксов. Вот это я понимаю. Надо по сюжетке действительно двигаться. Так, все, братан, забирай свою тачку. Я надеюсь, ты доволен. И мы не прокачались там? Нет, все еще первый левел. Да, маловато опыта на самом деле. Отсыпали. И теперь сюжетных заданий никаких нет. Возможно, они появятся только после того, как я прокачаюсь. Блин, и смотрите, как раз-то заказы с ремонтом тормозной системы. Как я и хотел. Возможно, я даже за кадром отремонтирую пару тачек, чтобы прокачать левел. И уже в следующую серию начнем, скорее всего, с сюжетного задания. Ну или с других, новеньких каких-нибудь заданий уже. Я же прокачаюсь, наверняка это как-то поменяет систему. Мы начнем либо новые сюжетные задания получать, либо какие-то более усложненные. Или хотя бы связанные с чем-то другим, помимо тормозной системы. Ладно, а на этом мы закончим, друзья. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok